Первым делом, перед тем как готовить наши деревья лимонов до выноса на улицу, нужно сделать первое, санитарную обрезку, то есть убрать все сухие ненужные веточки. Второе, нужно очистить листы от пыли, грязи и прочих там, может, старых обработок. Допустим, вот как оно должно выглядеть. Понятно, что это не идеальный листок, потому что на нем есть точки и будут идти еще профилактические обработки. Буду дальше показывать, как и чем буду обрабатывать. Но на первом этапе, после долгого простоя, нужно элементарно очистить от пыли, чтобы он начал дышать, чтобы дальнейшие обработки лучше принимались. Далее, допустим, после очищения нужно сделать душ из пульверизатора, это я тоже сделаю, покажу. И дать постоять недельки-две и относительно не трогать. Только изредка смотреть за листом и не давать ему пересохнуть. Потому что у нас, допустим, есть такие листочки. Видите, черные точки, вот это вот, это все следы от обработок, которые были еще сделаны осенью, перед тем, как поставить на зимулку. И вот, допустим, по виду вот такой вот лист, как он выглядит. И вот, почистили листок. Во-первых, совсем другой вид, а во-вторых, он начинает просыпаться и идти развиваться. Так, а я пока продолжу работу. Далее все буду поэтапно сымать и показывать работу с деревом. Еще один очень важный момент, зачем это делается очищение от пыли. Не только для того, чтобы дать воздух, но и со временем, может, кто видел, листок становится, ну, как сладеньким ночью. Вот вы пальцем дотравитесь, палец прилипает. До такого состояния запуска дерево нежелательно. Почему? Потому что со временем начинает появляться тля и прочие вредители. Чтобы этого не допустить, мы и делаем такую вот работу. Плюс к этому, обработки сразу мылом тоже нежелательны, если он у вас был долго в простое. И вот вы уже замечаете, что у вас, допустим, начинает становиться сладеньким листочек. Почему? Потому что если вы сразу даете обработку, вы не увидите результату. Потому что лист, он и так забит поры, тут не за что цепляться. И она просто скатится и не будет результата. А если мы предварительно его очищаем, то мы увеличим площадь впитываемости и улучшаем результат от нашей работы. Работу произвели, листья помыли, вид стал немного лучше. Теперь осталось с пульверизатора водичкой опрыскать. Желательно получше опрыскать стволы, их тоже хорошо промыть, и пускай стоят. Да, конечно же, нужна еще обрезка, нужна пересадка, нужна замена земли, нужна профилактическая обработка от вредителей. Но это все будет далее. Сейчас, так как он находится в помещении, мы этого делать не будем. Будем делать перед тем, как уже выносить на улице. У нас они около 9 месяцев находятся на улице, поэтому подготовка идет туда. Конечно же, можно было бы это все и в помещении сделать, и в помещении он растет отлично, но для этого нужно поддерживать для него микроклимат. Так как это все-таки тропическое дерево, но на данный момент, пока у нас ремонт, мы этого сделать не можем. Поэтому он у нас, когда заносится, он весь облиственный полностью, а за это время лист осыпается. Из-за условий его содержания, и уже ближе к весне он опять у нас оживает. Так что, на этом у меня пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а там где-то в шортс я покажу еще два дерева лимона, которые у нас есть. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok